Они делают жизнь города ярче и спортивнее. Они завоевывают победы и ставят высокие планки. Они увлекают за собой. В День физкультурника эти слабожане получают заслуженные награды. Я всех вас поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы каждый нашел себя в спорте, в физической культуре, и чтобы здоровых людей, людей, которые занимаются спортом, и в нашем городе в том числе, становилось больше. Потому что спорт, физкультура – это здоровье, это дисциплина, это взаимовыручка. Марии Колесниковой было пять лет, когда она познакомилась с дисциплиной и строгим расписанием спортивной школы. Училась, достигала высот и после завершения спортивной карьеры пришла работать сюда преподавателем. С тех пор уже 26 лет тренирует воспитанников отделения спортивной акробатики. Говорит, в этом году у ее подопечных особенно богатый урожай медалей, в том числе с первенства России. Любой труд, как так скажем, сложный, он просто любимый. Именно поэтому, когда ты идешь в зал, видишь вот эти вот глаза горящие детей, когда что-то они научились, когда они стоят на бедестале. Все трудности и все невзгоды забываются. И ты понимаешь, что ты занимаешься, ну, наверное, своим делом. Этот человек в спорте столько лет, что в представлении уже не нуждается. Валентина Костылева беззаветно влюблена в спортивное ориентирование. Бронзовый призер чемпионата мира среди ветеранов до сих пор в строю. Полна планов и надежд. Две недели назад я выиграла все три дня первенства Удмуртской республики. Поздравляем. А сейчас собираюсь на чемпионат мира России по спортивному ориентированию среди ветеранов. В город Унгур. Пять тренировок в неделю. И каждый день зарядка полчаса. Ольга Стрелкова завоевывала победы на отделении спортивной гимнастики. А 8 августа 1988 года в ее трудовой книжке появилась первая запись. И, конечно, связана она была со Слободской спортивной школой. В этом году заместитель директора по спортивной подготовке получила высокое звание. Заслуженный работник физической культуры Кировской области. Это отметка моего, в общем-то, труда. Ну, считаю, что это очередной этап, который я прошла. Мы, как говорится, пожали руки и продолжаем работать. Пока в планах у нас нет новых отделений открывать. Развивать то, что мы имеем. Укреплять как-то. Ну, выходить на более высокий уровень. Планируется как-то преобразовать отделение хоккея в связи с тем, что у нас новый крытый каток будет. Вот будем как-то развивать. В этом году еще один слобожанин удостоен звания заслуженного работника физической культуры Кировской области. Это тренер-преподаватель отделения дзюдо Ализамин Гусейнов. Всего в Слободской спортивной школе работает 9 спортивных отделений. Подгоняй! Подгоняй! Продолжение следует...